Слово о том, что... Так вот, а что я сейчас делаю, по сути? Я бы хотел вам это все дело показать. Я бы хотел все это сделать, и была бы у меня удочка. Но вот у нас странная вещь получается в городе Магнитогорске. В городе Магнитогорске никто мне не дает рыбачить. Ну, со всеми беседуем. Я говорю, давайте хоть по взаимозачету сделаю. Ну, чтобы поняли, что я и рыбачить-то тоже умею. А не получается. Ну, да ладно. В таком случае для нас с вами естественный вопрос. Шашлыки. Вариант номер другой возникает у нас. Мы когда говорим о людях... Вот у меня сын тоже со мной тусуется. Я объясняю, сын. Не так часто мне приходится общаться с нормальными людьми. Далеко не так часто. Как правило, это очень нехорошие товарищи. Я бы мог бы сказать... В свое время у нас... Человечек такой был. Который подарил Крым Хохляндии. Знаете, такого человечка? Так он был. Смотрел на одну штуку и сказал о тех человеках, что это в общем не совершенно хороший товарищ. Хрущев, помните? Помните? Вот тоже самое он сказал, что вы очень нехорошие товарищи. Да я бы, конечно, хотел бы это сказать, но тут бабушка, жена держит камеру, сын. Поэтому не буду это говорить. К слову, о нехороших товарищах. Да, к сожалению. Людьми, с которыми я работаю, нехороших товарищей очень много. Но тем не менее, я продолжаю жить и продолжаю работать для вас. Теперь возникает другой вопрос. Являюсь ли я таковым? Тема очень даже интересная. И я, естественно, думаю, что тот человек, кто меня сейчас смотрит, он поймет, о чем речь идет. Я ездил в Турцию неоднократно. И из Турции я привез очень большое количество сюжетов. То есть я там был 32 раза. То есть нормально, да? То есть я на банном столько не был. Представляете, сколько раз я был в Турции. Если бы это были нормальные люди, то по сути событий и видя то, как мы работаем, мне бы, конечно, предоставили недвижимость. Но такого и не случилось. Такое не случилось. Чтобы мне сейчас не говорили, какой я там нехороший человек. Если бы я был нехорошим человеком, я бы, естественным образом, удалил все, что я снимал с YouTube. Однако я этого не делаю. То есть я не являюсь нехорошим человеком, как вы прекрасно понимаете. То есть люди должны понять. Пункт номер один. Вот я сейчас просто это дело объясняю. Где вы можете спокойно лечиться? То есть лечение в России сложная процедура. Зная о том, что у нас не самые дешевые лекарственные средства. Далеко не самые дешевые лекарственные средства. Вот. Они такие весьма дорогие. Вот. То, чем я сейчас болею. Хорошая тема. Так вот. Глиобластома. Знаете, что такое? Да вы знаете, что это такое. Жанна Фриске, вот, к сожалению, от него и умерла. Вот. Количество финансов, которые вы можете в себя вложить, я сказал следующим образом. Не беря сына, не беря супругу, не беря никого, я сказал, что вот, ну, примерно полтора миллиона. То есть я порезал с себя все. То есть меня единственное, что очень сильно беспокоит, это то, что я нужен вам, господа. Вот. И кто-то помогает мне. Я даже знаю, кто это помогает. Виктор Филиппович Рашников помогает мне. Много людей, которые мне помогают. Вот. По одной простой причине. Люди понимают то, чем я занимаюсь. А я, по сути, даю вам информацию, господа. И товарищи, и бабушки, и дедушки, и все остальные. То есть, если будут какие-то проблемки, вы в любом случае ткните и посмотрите сюжеты. То есть я это все показываю вам. Плюс ко всему мы вместе с супругой вместе работаем. Вот. И никаких проблем не возникает. То есть это все снято нами. Понимаете? Нами снято и вам показано. И в следующем, естественно, потому что, видите, слово Галиобластому у него такая весьма интересная. То есть мы, по сути, живем недолго. То есть вы должны понять это дело. Хотя, если постараться немножко все это дело продемонстрировать, можно жить подольше. Вот. Где можно жить подольше? Вот. И где подешевле, естественно, вариант. То есть я не поехал ни в Германию, ни в Израиле я не поехал. Это было очень-очень-очень в реальности очень дорого. Вот. Вот. Я посмотрел, где подешевле. Так вот. Самые дешевые места. Вот. С перелетами, с всеми делами. Вот. Я посмотрел. Ну, оказалось, Турция, да. Потому что перелеты были достаточно дешевые. Можно было отовсюду полететь. Вот. Но еще двое самых дешевых мест. Это две такие страны. Страны. С небольшим населением. Маленькое население. Что есть? Я объясняю. Там самая дешевая медицина. Вот. Это Индия и Китай. Население вообще никакое. То есть, если брать население 135 миллионов человек, население России, да, то вот эти две страны имеют население 4 миллиарда человек. И прежде чем, и вообще, я так же посмотрел, когда мне сказали, ты лети лучше в Израиль, я пересчитал. То есть, я прекрасно отношусь к израильтянам. Мало того, часть моя, это еврейская часть. Там 25% это еврейство. Вот. Но население какое? То есть, 14 миллионов человек. Из них 4 миллиарда, там, с небольшим, это арабы. То есть, это даже меньше, чем население Москвы. Представляете? То есть, и вот таким образом я вам показываю. Я вам показал Индию. В скором времени я вам покажу и Китай. То есть, я вам даю возможность понять, где все делается. Где все делается дешевле, чем у нас. А лекарства, ну, это только у нас такие абсолютно странные цены. Вот на химию, к примеру, цены на химию, да? Я не понимаю, зачем с нами такое делается. Я, конечно, понимаю, что мы далеко не пятая колонна. Ну вот, ну, зачем лекарства стоят в 30 раз дороже? Задайте себе этот вопрос. Поэтому, господа, если что-то с вами случилось, это надо проявлять как можно раньше. То есть, вот с понедельника я покажу МРТ. То есть, лучше МРТ делать раз в год. То есть, если у вас какие-то проблемы будут, лечить все это дело, когда на первой стадии, на второй, это гораздо проще. И по деньгам в том числе. Но, к сожалению, возникает глиобластома. Постараемся с ней пободаться. Продолжение следует...